Авдеевка стала целью номер один для россиян, а ВСУ пошли там в контратаку и продвинулись вперед. Геолокационные данные, опубликованные 19 ноября, указывают на то, что украинские силы стали еще ближе к железной дороге к юго-востоку от Степового, контратаковали ВСУ возле Коксохимического завода. Накануне в Институте изучения войны сообщили, что россиянам удается продвигаться в районах промышленной зоны Авдеевского, Коксохима и железной дороги, но руководители подразделений, обороняющих Авдеевку, опровергли эту информацию и заявили, что территория Коксохима полностью под контролем сил обороны. На самом же деле россиянам удалось выйти на правую сторону от железной дороги, но не удалось там закрепиться. Поэтому все их действия, которые осуществлялись по правую сторону железной дороги, не имели фундаментальной основы и не давали возможности основательно держать позиции. И чтобы минимизировать угрозы для Степового, в случае, например, более мощного какого-то прорыва, мощного наступления, то есть идет речь о третьей волне наступления с механизированной компонентой, достаточно которой сейчас ведется серьезная подготовка у российского командования, То есть, чтобы минимизировать какие-либо угрозы в этом вопросе, был осуществлен соответствующий контр-атакующий удар с, конечно же, его успехом. Как результат, россияне вынуждены были отойти от железной дороги, выйти на левую ее сторону, и сейчас боевые соприкосновения в окрестностях самого Степового, которая буквально примыкает к железке, минимизировано, добавил эксперт. Но расслабляться точно не стоит, а в Девке грозит новая волна наступления россиян. Армия РФ попытается окружить город, либо взять под огневой контроль трассу, которая является основной логистической артерией, говорит Коваленко. Еще одна опасность для ВСУ – дроны. Их Росармия начала использовать в разы больше. Да, они используют большое количество FPV-дронов, дронов Камикадзе. Они используют их постоянно, как только позволяет погода. Это на сегодняшний день является самой, можно сказать, после артиллерии, самой большой угрозой. Потому что, когда их запускают много, они контролируют небо, они смотрят, что делается внизу. Это для нас является большой опасностью. Но мы тоже не сидим. Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество, увеличить качество работы наших беспилотных летательных аппаратов. Мы находим непосредственно пункты управления дронами противника. Еще одна задача для операторов дронов ВСУ – находить блиндажи, укрытия, все возможные точки дислокации российских солдат на передовой. И оставлять их на позициях ни с чем. Это если тем повезет выжить. Способы доставки, которые у них сегодня существуют на поле боя – это элементарные, традиционные, так званые буханки, санитарные машины, которым они подвозят продукты, те же БК, вот таким образом. Поэтому наша задача их уничтожать. Для того, чтобы их уничтожать, для нам нужно больше такой тихой летающей аппаратуры, которая может снаряжаться боеприпасами, высматривать их и доставать в самых неподходящих моментах их перебывания на нашей украинской земле. Но сколько бы потерь ни несла Росармия, останавливаться там не собираются. Ведь война против Украины исключительно политическое, а не военное решение. Даже такие потери, как 10 тысяч солдат в месяц в Авдеевке, не смущают кремлевские власти, говорит военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев. Любая бы армия мира, имея подобный характер потерь личного состава, уже остановила бы наступление, но не российское. Некоторые российские солдаты это понимают, ведь в армии РФ растет количество отказов идти в атаку на позиции ВСУ. Да и дезертирства стало больше, говорит спикер Украинской таврической группировки войск полковник Александр Штупун. По его словам, это заставляет командование захватчиков применять физическую силу и заградительные отряды, чтобы подтолкнуть российские войска к бою. А значит, к еще большим потерям в угоду кремлевскому диктатору. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы первыми называть все самые главные новости о войне.